О, вы тут. А я тут в огородике занимаюсь делами. Всем привет дорогие друзья, с вами Никита Виллис и сегодня я продолжаю проходить сборку Майнкрафта Эпоха Техномагии. Давайте вспомним, что было у нас в прошлой серии, а пока идет заставка, немного расскажу. Мы построили дом, выкопали алтарь, построили вот такой вот огород, а вот там коровки с курочками. Смотрим, ставим верстак в центр и сейчас должна произойти магия. Ладно цыпочка, постой тут, я мигом. Нормальный сарай, будь здоров. Вооружусь на всякий, много рут. Столько всего интересного было, а теперь хочу разорвать немного реальности и показать, что будет в этой серии. Встретился с проблемой, у меня постоянно забит инвентарь. Каждый раз, когда я открываю его, он у меня забит. Да, я понимаю начало игры, много ресурсов собирается, но камон капец, оно уже никуда не влазит. Подходи сюда, подходи костяной, с тобой уже имели дело. За три удара рассыпался. Элементарно, оп. О, паучиха. Ну давай, вот это с тебя вылупилось. Так, возвращаемся снова к цветочкам нашим, но почему, почему мы не работаем, я не понял, подожди-ка. Ну-ка, давай мы тебя сломаем, поставим камень. Немного облагородил дом, ну-ка, немного. Сейчас давайте покажу вам его. Так, стоп-стоп-стоп, все, достаточно, а то будет неинтересно смотреть. Для начала покормим коров, всегда одной, чтобы никто не остался голодным. Ой, уже детей штук получается, но надо бы нам чуть мясо добыть и кожи. Сейчас. Нам эти ресурсы более важны. Так, три штуки, наверное еще один. Хорошо. И теперь, имея четыре кожи, посмотреть крафт рюкзака. Ну-ка, ну-ка. Четыре кожи, один сундук, четыре нитки. Хорошо. Приходим домой, жарим нашу еду, будем делать стейки. Создаем сундук и уже это половина рюкзака, считай. Осталось только четыре нитки надыбать где-то. Кажется, я знаю, где их можно сделать. Но все же, может где-то есть, пока отсортирую инвентарь. Встретился с проблемой, у меня постоянно забит инвентарь. Каждый раз, когда я открываю его, он у меня забит. Да, я понимаю, начало игры много ресурсов собирается, но камон, капец, оно уже никуда не влазит. У меня в инвентаре уже заколебался, я вот так вот каждый раз туда-сюда ассортировать. Ну ничего, ничего. Все будет, потерпим. Потом нужно будет создать железные золотые сундуки, чтобы было больше вместимости. Ну что ж, дорогие друзья, смотрите, вот оно решение. Волокно промышленной конопли. Мы берем и из него создаем нитки. Нам нужно четыре штуки. Просто бамс и рюкзак готов. Итак, три на девять. Супер. Дополнительный инвентарь, просто в одном слоте. Можно надеть на слот спина и аксессуары. Открываем квестбук и идем в раздел маны. Высокая магия, звездный свет. Выполнили. Забираем награду. Далее, лепестковый аптекарь. Для него понадобится ведро звездного света, два полублока булыжника и четыре булыжника. Элементарно, так сказать. Создаем это все. Вот два полублока. Вот самый лепестковый аптекарь. Ведро отдали. Задание выполнили. Чистая маргаритка. Прекрасный выбор. Давай, именно тебя и создадим. Самый важный, самый основной цветок и начало всего в ботании. Это маргаритка. Аптекарь. Нам нужно создать бесконечный источник воды. О, зомбя. Опа, 13 урона. Знание смерти. Со второго левела повышено на треть. Ваше значение смерти увеличилось на два. Получил достижение пепел и кости. Вы получаете плюс один уровня. Нажмите здесь, чтобы начать отслеживать. Не буду. Меня это сейчас не так интересует, как бесконечный источник и начало магии в ботании. Вот это будет тема. Ну-ка, заполняем источник. А нужно ли будет интересно сейчас семена либо палочка? О, семя есть. Хорошо, супер. Семена у меня точно найдутся. Супер. Возьмем сразу сундук, чтобы можно было поставить там его. это будет сундук для ботании. Опа, так, стоп. Ты че? Подходи сюда. Подходи, Костяной. С тобой уже имели дело. За три удара рассыпался. Элементарно. Оп. Опа, чиха. Ну, давай. Вот это с тебя вылупилась. Чешуница. Раз. Два. Разродилась. Тут. А, меч-то закончился. Топор-то закончился. Ну, ничего. Кирку я разрублю всех. Будут давить их. Будут давить этих мышей. На самом деле, это вот вроде несложные, несложные мобы, но у них такие маленькие хитбоксы, что по ним очень сложно попасть. И они и так двигаются, блин. Ну, все равно. Раз. Два. Все. Готовы. Супер. Наверное, лучше поспать. Спокойной ночи. Итак, на утро вышел собрать лут с паучихи. И тут удача один. Ооо, неплохо. Ну, лучше, чем ноль, конечно. Но и не два и три. Ну, для начала пойдет. Так, добавляем семя. И получаем первую чистую маргаритку. Квест завершен. Супер. Высадим ее. Хочу создать, наверное, сразу и вторую, чтобы можно было в одной создавать, например, дерево, а в другой жизни камень. Жизни камень и жизни дерева. Ну, это же круто. Вот. Одну тут, другую тут. Все. Супер. Буду тут по деревьям расти. Ну, начнем. Тут так. Ну-ка. А я не помню. Подождите. Там нужен камень или булыжник. Но и тем более мне еще нужен... Тем более мне еще нужно дерево. Итак, в сундуках у нас ничего не нашлось. Значит, мы, наверное, будем создавать печь новую и увеличивать производительность выработки переплавленного всего. Потому что одна печь, конечно, хорошо, но еще плюс два плавильных места. Это было бы круто. Создаем вначале костер. Два костра создаем для более профилактического действия. Потому как печь в этой сборке делается только так. И уже из этих двух костров мы делаем две печи. Вот. Доделываем их. И ставим просто друг на другом. Вот таким незамысловатым способом. Трамбуемся стейком. И, наверное, надо придумать, как раскинуть вещи по печам. Надо сортировать угля, чтобы везде хватило, чтобы в каждую печь равная закинулась. Ну и руды. Руды тоже сверху. Так. Возвращаемся снова к цветочкам нашим. Но почему мы не работаем? Я не понял. Подожди-ка. Ну-ка, давай мы тебя сломаем. Поставим камень. Ну-ка. Ну-ка, подожди-ка. Вот мы заполним полный круг. Сделаем. С этой стороны мы поставим дерево. Акацию. Должно быть. Обычное же дерево с Майнкрафта. Так. Странно, но даже свечение не появляется. Это очень даже нехороший знак. Но ничего. Мы продолжим химичить. Не совсем понимаю. Что тут не так? Может здесь с помощью жизнекаменя можно создать жизнекамень? Черный камень. Непонятно. Автоматическая оформленная сборка из двух полуэтих. Черный камень. Черный камень. Не понимаю. Почему ты не работаешь? Дружище. Друг мой. Высокоуважаемый. Нет. Не разбивается. Не работает. Может быть камень? Камень тоже нет. Сверху закрыть его. Тоже. Но свечения не появляются. Сейчас придумаю, что с ним делать. Так, ладно. Что-то я не придумал. Я решение. Ну ничего. Возьму там Акаши. Землю выложу отсюда. Здесь у меня будут храниться книги зачарований. Так. Что нам расскажет книга? Лексикон Ботании. Возможно, ты что-то интересное скажешь. Потому что, ну камон. Надо же как-то решить эту проблему. Сейчас бы найти еще. Еще у меня появилась теория, что возможно, с помощью эндопламя и его энергии, возможно, получится запустить этот цветок, который уже так утомил. Для него нам понадобятся светло-серые лепестки, коричневые лепестки и красные лепестки. Два коричневых, один красный и один светло-серый. Ну и, естественно, семя. Ну что ж, начнем. Переделываем. Раз, два, три. Начинаем засыпать их в наш аптекарь. Два, один, один. И семя наше. Электрическая магия. Супер. Достижение получено. Давайте нам лучше не достижение, а рабочую схему. Хочу подготовить небольшую локацию, так как эндопламя уже есть и нужно его как-то интересно высадить. Хочу с самого начала начать делать красиво, чтобы потом не перестраивать. Хотя потом все равно буду перестраивать, но зато уже буду понимать, в каком направлении стоит двигаться. Хотя, так как это акация, будем в сторону акации двигаться. Ну вот, что-то наподобие такого. Положил беременно и высадил их рядом. Все пять. Создал их пять и высадил пять. Приду-ка, вздремну и уже с новыми силами думать, что делать завтра. Итак, планы на день. Хочу модернизировать немного дом, потому что без крыши находиться уже как-то неприкольно. Сейчас немного трамбанемся с тейком и погнали. Вот это лишнее. Вот это срубать, попилять. Так, ну в общем, вот такая получается основа. Если посмотреть, то не хватает у нас одного буквально бревнышка. Но ничего. Вот как раз здесь его не хватает. Ничего, сделаю из досок. Да, доски. Доски выручат. Доски рулят. Не хватило досок. Начал выдумывать что-то наподобие лица крипера. Но что-то, что-то осталось, что-то наподобие им. Застеклим его. Куда же дом без стекла? Куда же он без света? Что-то не попадаю. Ну ничего страшного. Со всех сторон будет свет, так как, ну... Свет это важно. Это самое важное. Так, ничего я не могу понять в этой книге. Не могу понять в этой ботании, почему эта чистая маргаритка не работает. Здесь написано все точно так же, как делаю я. Но все равно эффекта нет. Поэтому, не знаю, буду искать ответ в интернете и подключусь. Воу, дорогие друзья, я все это время играл, но без записи, оказывается. Я добыл вот такое количество ресурсов. Вот так сходил в шахту. Вот у меня алмазный киркам почти сломано. Хорошо сходил. Немного облагородил дом. Ну, как немного. Сейчас давайте покажу вам его. Вот выход на Астралсортере. Площадку вот такой вот. Вот он я. Вот он красавчик с рюкзаком, который мы сделали в этой серии. Эх... Вот такой вот вид. С балкончика такого импровизированного. На грядку, на чащу искусственно сделанную. На золотой лес. Такая грядка. Здесь у нас выход на Ботанию. Здесь у нас выход просто на поле. И здесь на нашу ферму. Курицы, ферма, коровы. Прекрасно. Здесь такой выход интересный. Выступ. Имеемым. Весь дом сделан в объемном стиле. То есть все окна в нем выпуклые. Все доски торчат. Это очень интересно. Как по мне. Такая акациевая лестница. Люк. Балкончик. Даже не балкончик. А... Как же это назвать? Чердак. Хочу вам показать свою экосистему, которую я создал. Вот она начинается. Золотой лес. И лес акации. Вы только посмотрите, насколько он густой. Это невероятно. Мне уже нравится. И это только начало. Вот так дом выглядит со стороны. Вот так лес выглядит со стороны. Красота. Здесь взорвался крипер. Итак. Дома мы из железа делаем железные кусочки. Эти кусочки мы соединяем с андезитом. Получаем андезитовый сплав. Заходим в ачивки. Здесь видим, что нужно создать 4 вала, 4 шестерни. Шестерни делаются из валов. И большие шестерни, которые делаются тоже из валов. Но не из кнопок, а из полублоков. Создаем сразу валы. Сделаем кнопки. Теперь мы зубы пирата соединяем с андезитом. Получаем андезитовый сплав. Делаем валы снова. И шестеренки. Маленькие на данный момент. Но теперь и большую стоит в ход взять. Вот открыл снова таблицу квеста. Увидел и сундук. Сделал его. Это не сундук, а андезитовый корпус. Дорогой собака. И на него нужно 4 андезитовых сплава. Аж на одну штуку. Есть. Квест завершен. Все. Супер. Два квеста. Плюс шестерни. Плюс валы. Хорошо. Нужна еще одна. Так. Мы сейчас ее сделаем. Держите меня только. Раз. Два. Три. Четыре. Есть. Забрать водяное колесо. О. Вот это дело. Нужно сразу собрать его. Делаем из досок полудоски. Делаем из досок полублоки. Из полублоков мы делаем кольцо. И в кольцо в середину мы вставляем большую шестеренку. Получаем водяное колесо. Дальше. Дальше. Механический пресс. Так. Вот это полезный блок слизни стали. Так. Ладно. Как ты делаешься? Так. Ну. Вроде. Вроде бы. Что-то. Что-то. Очень даже непонятное. Ой. Капец. Тут крафты запутанные. Так подумал я тогда. А сейчас на записи пересматриваю. Думаю. Какая легкотня это все была. Ну что. Пойдемте все, что мы на крафтере установим. Установим колесо. И сделаем первую энергию. Первую энергию в моде Create. Значит так. Строим вот такое вот начало. Начало бокса. Бокс. В переводе с английского. Коробка. Вот такой бокс для этого механизма. Так. Правильный напор воды. Правильную сторону течения. Все. Началось. Поздравьте. Первая энергия. Все. Крутящийся момент. Запущен. Коробки. Коробки. Мои любимые коробки. Кушайте. Кушайте. Какой зомбя аппетитный стоит. А ты справишься противоалмазного топора. Ну-ка. 979. Нормально идем. Нормально. Нормально. О нет. Только его там не хватало. Фу. Хорошо, что тут вещи хотя бы не выпадают. Ну. С тобой-то я хотя бы справлюсь. Да что ж с вами не так. Что ж за напасть такая. А ты посмотрите. И зомби. И крипер. И второй крипер. Ух. Ну ладно. Ничего. Коробки. Кушайте. 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 Хорошие. Это мясо. Это еда. Молодые. Тоже кушайте. Будете быстрее расти. Ой. Вот только тебя тут не хватало. Да нет. Стой. Вот это ты тварь. Вот это ты тварь. Что ты сделал. Что ты наделал. Вот ведь Ирод. Ну ничего. Сейчас берем все в свои быстрые руки. И заделываем все с минимальными жертвами. Все. Телочки мои. Погнали. До свидания. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Все, мои дорогие коровки, такой стресс пережили, покушайте, покушайте И вы тоже курятинки, но у меня зерен сейчас немного, поэтому не всем хватит Но ничего, тем не менее, 5 яиц Ну-ка, повезет или нет? Ага, повезло, но, увы, казнь Продолжение следует... Вы только посмотрите, стою, выбираю квесты И на заднем фоне вижу какое-то знамя Смотрю, а это два разбойника заблудились в лесу 94 хп, босс Делаю сразу железную броню Я люблю ее делать сразу, не отрываясь от холста Все за раз Ляп, готово, вооружились Поехали Так, горный козел, ну-ка, пора тебя попустить Все, улетел 6, 3, 0 Хорошо, ага, их тут не два, их тут три Ого, а что за эффект такой? Ну, урон наносим И уже хорошо Так, ну-ка, мы летим Мы парим Забираем Но у нас полная железная броня Они нас моментально убивают Это серьезные оппоненты А стопора получше заходят Стопора-то урон получше заходят Но все равно, оно как будто за нами идет Это какое-то облако Итак, похоже, у меня появилась идея Ну-ка Ой, какой ты быстрый А ну-ка, давай, иди сюда Может не успеет сейчас Ага, куда там Одно сердечко снес Половина осталась Не попал Попал Итак, вот мы забрали вещи Вроде бы на финишной прямой У нас остается 20 хп 15, 13, 11 9, 8, 7 Ого, ого, подожди У меня 0, 0, 0, 0, 5 Одно хп И Ударом ассасина Три книги выбиваем из него Добыча 2 Верность 3 Сила 1 Супер Добычу 2 можно наложить на какой-то меч крутой Но Но точно не алмазный Либо железный Либо как минимум не сейчас А лучше Лучше Я помню, что в Ботании есть такая штука Как привязатель Заклинаний Как-то так она называется Благодаря которому Можно привязывать Заклинания С книг К предметам Вот это тема Поэтому пока оставим Пока оставим Субтитры создавал DimaTorzok